Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на 2024 год. Пройдемся по основным сферам вашей жизни, посмотрим, какие нежданчики вас ожидают, какие конфетки, какие занозы и, в общем-то, все, что можно, постараемся увидеть из информации карт Таро. Ну, не будем терять время. Начнем. Начнем с фона года. То есть, как вы будете ощущать события, которые будут происходить с вами или вокруг вас? Что нам карта скажет по этому вопросу? Ага, Дама Жезлов. Ну, что можно сказать? События вас будут бодрить, это так мягко говоря, да? Некоторые будут давать вам дополнительный запас прочности, дополнительный прилив энергии. Вот. Для кого-то, возможно, появится ощущение, что надо действовать, надо что-то предпринимать. И не важно, какой сферы это будет касаться, любовной или деловой. Вот. Поэтому можно сказать, что все события, события, которые будут происходить, они вас сподвигнут на что-то. Ну, по крайней мере, не оставят в покое. Ну, в хорошем смысле слова. Это однозначно. В хорошем смысле слова. Ладно. Кто-то даже может влечется какими-то магическими ритуалами. Или прикоснется к этой тематике. Начнет на нее, так сказать, глаз косить. Либо общаться с лицами, которые обладают подобными знаниями. В общем, события вас не оставят спокойными. Вот так вот, если коротко. Ладно, идем дальше. Что там у нас с нежданчиком? Двойка мечей. Хм. Вот такое ощущение, что какое-то событие особенно, особенно сильно заставит вас задуматься. Может, приведет к необходимости некого выбора. Может быть, приведет к тому, что придется закрыть на что-то глаза. Да. От чего-то отвернуться. Отстраниться. Ну, по крайней мере, сделать вид, что вы, ну, как говорится, ни при чем. Ни при чем. Ну, в основном, конечно, в основном, конечно, нежданчик, он будет выражаться в вашей ментальной деятельности. Причем деятельности такой, с которой вы раньше не соприкасались. Либо событие будет настолько для вас неординарное, что ли, да, что приведет вас в некое смятение. Может, ну, испуг вряд ли, но, по крайней мере, вы возьмете себе паузу, чтобы обдумать, а что это было, к чему это было и что с этим делать. Вот так бы я сказала. Такой неординарный, интригующий нежданчик. А что за событие, ну, может, мы увидим дальше в раскладе. Так, какие конфетки вас ожидают? Конфетки года. Ага. Отшельник. Большая конфетка. Все-таки старший аркан. Вот. Скорее всего, знаете, вы получите некое знание глобального масштаба знания на уровне такой, знаете, мудрости, с большой буквы мудрости. Конечно, не исключено, что это будет навеяно какими-то вашими внутренними переживаниями, состояниями, эмоциональными какими-то всполохами. Но, может быть, друзья мои, может быть и связано с конкретным человеком. Либо со знакомством, либо с влиянием на вас этого человека. Да, вполне возможно, что это очень мудрый человек, старше вас, скорее всего. Либо старше не по возрасту, а вот именно по опыту, я бы так сказала. Да. И этот опыт может касаться любой, любой темы и любой сферы вашей жизни. Что еще? Что за конфетка? Да, это может быть покровитель. Это может быть человек, который чем-то вам очень сильно поможет. Очень сильно. Как говорится, окажется рядом с вами в тот час, когда вам понадобится этот совет, понадобится эта помощь. Вот такой непростой нежданчик. Что еще? Точнее, конфетка, простите меня за оговорку. Что еще может быть конфеткой? Возможно, какую-то сложную ситуацию, непростую ситуацию, вы увидите более масштабно, как бы с высоты. Хотя раньше, хотя раньше вам этого не удавалось. Вы знаете, как вроде бы откроется некое такое зрение. Да, масштабное зрение со всех сторон. Наверное, сферическое, да? Как бы отойдете от туннельного зрения, а вот увидите в целом. И станет ясно, что происходит, почему происходит. Вполне возможно, даже, знаете, может, даже ваше личностное, ваше внутреннее какое-то зрение откроется именно касающееся вашего внутреннего состояния. Да. Чем вам, допустим, заняться? В чем у вас такой великий талант? В чем ваше предназначение? Может, толчком послужить какая-то информация. Может, толчком послужить какой-то человек. Тут, в принципе, не важно. Не важно. Но вот эти знания, которые вы откроете в себе или про себя, они, конечно, будут очень значимы и очень важны для вас в этом году. Дальше идем. Зануза. Башня. Еще один старший аркан. Ну, в принципе, смотрите, что конфетка, что заноза, похоже, будут, ну, не то чтобы непростыми. Нет. Они будут, как бы, сформированы, возможно, вашими ранними поступками. Вот. Или обстоятельствами. И, как бы, уже итоговый, итоговый результат, итоговая, может быть, информация, события, обстоятельства предстанут в этом году перед вами. И, в общем-то, вам остается только принять, понять, расшифровать, ну, и, наверное, начать как-то действовать. Ну, вернемся к башне. О чем речь? Ну, во-первых, карта все-таки своего рода неожиданности. Поэтому, что за заноза, сложно, с одной стороны, сказать. Вполне возможно, она может касаться недвижимости. Каких-то операций с недвижимостью. Может касаться каких-то планов, отношений. Ну, в данном случае, конечно, башня, она и есть башня. Вполне возможно, не все пойдет так, как вам надо. Возможно, какие-то планы ваши, ну, разрушатся, не оправдаются, придется их корректировать или отменять. То же самое касается отношений. Вы, возможно, планируете, так сказать, развивать дальше отношения, укреплять. Но обстоятельства или какие-то события в корне поменяют эти планы. Не обязательно они их разрушат. Они могут перевести их совершенно на новый уровень. На тот уровень, который вы, в общем-то, даже и не предполагали, и не планировали. Ну, допустим, такой маленький-маленький примерчик, да. Работает с вами рядом коллега. Вы на него вообще не обращали внимания. Ну, работаем, да и работаем. Как говорится, Вася, Петя, Коля. Ничего особенного вроде бы, да. Даже в друзьях не числится. И вдруг в этом году какие-то события начинают вас сближать. И неожиданно отношения переходят на совершенно другой уровень. Ну, имеется в виду сердечный уровень. И может даже кто-то из вас и дойдёт до брака. Но это как пример, мои хорошие. Как пример. События могут вот именно на уровне занозы касаться любого примера. Кстати, здесь есть такая интрига, что вполне возможно через скандал, через какой-то конфликт, какую-то острую ситуацию, имеется в виду, что может сблизить вас с этим коллегой. Вот именно и произойдёт вот это потом сближение. Ну, я думаю, вы поняли, да, какая заноза может вас ожидать. Через разрыв, ещё раз повторюсь, через скандал, через какую-то острую-острую ситуацию, через непредвиденные, неожиданные ситуации. Вот. Ну, это заноза, понимаете. Через это надо пройти, чтобы прийти к чему-то или получить что-то. Ну, ладно, идём дальше. Деловая сфера. Что здесь вас ожидает? Начнём с тех, у кого есть работа по найму. Кто работает по найму. Ну, здесь всё в порядке, друзья мои. Может прибавиться работы, может поступить предложение поучаствовать в каком-то проекте, может поступить предложение новой работы в новой фирме. Вот. Ну, в любом случае, здесь идёт развитие, здесь идёт постепенный рост карьеры. Рывка, конечно, нет, но, тем не менее, постепенное повышение может иметь место быть. Благодаря, 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 конечно, вашим связям, вашим навыкам, вашему опыту, вашим вложениям в вашу карьеру. Так что здесь, в принципе, волноваться нечем. Бизнес. Кто занимается бизнесом? Что здесь? Ну, шестёрочка жезлов. Вы уже сами видите по картинке, вы на коне. Всё у вас получится. Вы получите именно тот результат, на который рассчитываете. Да, может быть, увеличение клиентов, увеличение направлений, увеличение партнёров. Ой. Ну да, увеличение партнёров. Вот. В любом случае, вы себя будете чувствовать великолепно. Более того, то, что вы вложите в свой бизнес, может, даже на уровне какого-то риска, они оправдаются. Этот риск, эти вложения, они не будут лишними и не принесут вам убытков. Так что, кто занимается бизнесом или начнёт заниматься бизнесом в этом году, в принципе, всё у вас сложится. Так, прочие дела. Кроме работы, бизнеса, прочие дела. Домашние, хозяйские, и так далее. Дела, может, связанные с переездом, кстати, шестёрочка мечей. Даже, для кого-то это и прямой намёк. Переход на другой уровень, переход на другую ступень. То есть, смена места жительства. Очень даже, может быть, смена деловых отношений, не связанных даже с работой или с бизнесом. А вот у нас деловые отношения, в принципе-то, они и дома касаются, и личных каких-то увлечений, хобби, дел домашних, хозяйских. Может быть, это дела, связанные действительно с недвижимостью для кого-то. Ну, в любом случае, карта говорит, что что-то сдвинется с места. Это однозначно. Примет новый оборот. Если было совсем-совсем плохо или что-то встало намертво, то в данном случае в этом году начнётся движение в лучшую сторону. Ещё раз повторюсь, в лучшую сторону. Ну, главный, главный посыл, главный посыл, здесь, конечно, изменения, изменения, перемены. И перемены, ещё раз повторюсь, в позитивную сторону. Ладно. Теперь посмотрим, что там с финансовой сферой. Так. Финансы от работы в найме. Ну, девяточка жезлов. Фу-фу-фу-фу. Здесь, что можно сказать? Всё, что вы будете получать, всё, что вы будете получать, придётся, ну, защищать, что ли, завоевывать, применять какие-то меры от посягательства, от посягательства, ну, может быть, конкурентов, может быть, завистников. Вот. Ну, обычно, когда это бывает? Учитывая, что, в принципе, у нас тут рост карьеры, да, наблюдается. Вот. Чем мы выше поднимаемся, тем, конечно, не всегда это нравится окружающим. Вполне возможно, что на ваше место кто-то там претендовал и, соответственно, завидовал той зарплате, которую вы получаете, тому вознаграждению или премиум, который вы получаете за свой труд и за свой опыт. Ну, вот в данном случае карта говорит, что ваши финансы потребуют, потребуют защиты. Ну, может, поменьше нужно быть откровенным, да, делиться своими планами финансовыми, фактическим вашим состоянием дел, что вот вам начальник премию выдал, вот вас начальник поощрил, вот бонусы такие-то, то есть, понимаете, как бы поменьше слов, поменьше слов и поменьше откровений, и именно это может стать такой защитной мерой. Ну, в любом случае карта не говорит, что у вас с финансами будет плохо, наоборот, наоборот, будет увеличение финансов, ну, это я имею в виду про деньги от работы по найму, и именно этот факт заставит вас предпринимать меры защиты. Так что имейте в виду, что у нас от доходов бизнеса домочаж, доходы от бизнеса. Ну, карта, конечно, не показывает сами доходы, она больше говорит о том, что некая персона, некая персона может влиять на ваши доходы. В разной степени, кстати говоря, как в плюс, так и в минус. Что еще? Вполне возможно, что некая персона инвестирует в ваш бизнес. Да. Насчет увеличения или уменьшения доходности, ну, тут, знаете, тут сложно сказать. Единственное, единственное, что доходы 2024 года не оставят вас спокойными. карта может говорить о ваших эмоциях. Может даже о переживаниях, о волнениях. Ну, в принципе, вот такой рывок в бизнесе, да, причем такой значительный рывок в бизнесе, обычно приносит деньги, да, и, соответственно, возникают волнения, что с этими деньгами делать, влаживать их или себе в карман наличные расходы, и, соответственно, начинают возникать эмоциональные волны. Вот как-то так, мои хорошие. Ладно, прочее поступление. Восьмерочка жезлов. Ну, это могут быть поступления от государственных органов, это могут быть поступления от членов семьи, вот, поступления, имеется в виду возврат долгов и так далее. Ну, восьмерочка жезлов говорит, что да, здесь вас может поджидать неожиданность. То есть, если, допустим, вы не рассчитывали с кем-то быстро рассчитаться или что с вами рассчитаются, или что вы можете получить эти деньги, то это произойдет очень быстро. Такими всплесками точечными будет сваливаться периодически на вашу голову то одно, то другое, то третье. Ну, так же, конечно, так же вполне могут возникнуть и непредвиденные, непредвиденные расходы, неожиданные, связанные, допустим, с вашими хозяйскими, домашними делами или связанные с вашими, с вашей помощью кому-то, да, ну, или на непредвиденные какие-то расходы. Так, идем дальше. Отношения. Для тех, кто имеет пару, что здесь? А здесь все крепко, стабильно, прочно, забетонировано, зацементировано. Вот. И, в общем-то, наблюдается дальнейшее укрепление отношений. Ну, не исключено, конечно, что ваша половинка может начать себя вести несколько диктаторски, что ли, своего власта так нажимать на вас, да, придавливать вас. Ну, это можете и вы сами брать на себя какие-то обязательства более сложные, более такие тяжелые, скажем, да, ответственные, точнее. И в связи вот с увеличением такой ответственности у вас могут начать проскальзывать нотки такие власти. Да, власти. Так, свободные ли вы и львицы, что у вас? А у вас перемены, мои хорошие, колесо фортуны. Что-то сдвинется со своим местом, да, и не исключено, что ваша личная жизнь приобретет новые краски. Может, благодаря вашим внутренним хотелочкам, намерениям, может быть, благодаря вашему окружению. Да, мои хорошие, может кто-то появится в вашем окружении, который вас заинтересует и начнет к вам проявлять довольно значимую степень заинтересованности в вас. ну, соответственно, и будут возникать перемены, перестройка вашего сознания, вашего отношения к мужчинам или к женщинам в зависимости, кто вы смотрите этот расклад. Но, тем не менее, спокойным в этом плане ваша личная жизнь вряд ли будет. По крайней мере, не обязательно весь год, но какой-то отрезок времени. Так, прочие отношения. Родственные, друзья, коллеги и так далее. Кого мы не охватили перед этим? Ну, карта Луна. Смотрите, все старшие арканы в отношениях, да? То есть, отношения в этом году для вас будут на первом месте. Благодаря им будет меняться и карьера, и ваше окружение, и ваша личная жизнь. Ну, в принципе, что там говорить? Человек такое существо, что без общения он просто не может существовать. Он завязан в этом. И хочет, не хочет, но ему приходится общаться. Ну, так вернемся к прочим отношениям. Будут моменты возникать, да, друзья мои, когда ваше ближайшее окружение будет проявлять, даже не проявлять, а будет поступать как-то непонятненько. Да, для вас непонятненько. Да, не исключены интриги, не исключены какие-то теневые игры, не исключены, ну, я бы даже сказала бы и магические какие-то моменты. Вот. Но в любом случае будьте осторожны и внимательны. Не принимайте на веру все, что вам говорят. Все-таки сверяйтесь с поступками людей, чтобы не попасть в просад. потому что Луна, карта Луна, она больше предупреждает об осторожности, об обмане, об интригах и так далее. Не обязательно со всеми. Ну, видимо, какой-то человек в 24-м году будет вести себя ну, не совсем корректно по отношению к вам. Ладно, давайте теперь спросим совета у Оракула Затмения. Год интересный будет отмечен довольно существенными событиями, особенно в сфере отношений, поэтому скучать вам точно не придется. Итак, это что ж такое? Прямо выпадает, выпадает, выпадает. Так, Оракула Затмения. Отшельник. Кстати, вот Отшельник и вот Отшельник у нас это уже знак. Ну, что ж, о чем Оракула шепчет? Он советует периодически как бы отстраняться от всего, чтобы подумать в тишине, что, как, осмыслить, проанализировать происходящее, принять правильное решение. Вот. Ну, для кого-то, для кого-то, друзья мои, этот Отшельник говорит о том, что, ну, не стоит вот слишком, слишком впадать в это состояние. Все-таки периодически надо выходить, выходить наружу. Что еще? Может, намек на то, что с кем-то надо вести себя не так доверительно. может даже отстраниться, разорвать связь. Ну, в принципе, я вам советую присмотреться к этой карте. Вы все разные, у вас разные обстоятельства. Я думаю, вы точно получите, я даже уверена, что вы точно получите свой личный, индивидуальный совет от от Оракула Затмени. Так что не пренебрегайте моей рекомендацией. Присмотритесь, присмотритесь. Карта очень такая говорящая и говорящая о многом. Ну, что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Поздравлять пока с Новым Годом не буду. Рановато. В конце декабря у меня отдельный будет выпуск. Ну, а пока, пока примите мои пожелания. Да, я желаю вам, конечно же, обязательно здоровья, это святое, процветания, побольше денежек, любви, конечно же, обязательно, в том числе и про себя не забывайте, любимого или любимой. Вот, мира в сердце, мира в доме, уюта в доме, исполнение желаний, это однозначно. В общем, мои хорошие, всех-всех вам благ и до новых встреч.